Евгений, не могли бы Вы немножко рассказать о себе? Откуда Вы родом? Где Вы учились? На кого? Да, конечно. Я местный. Я родился и вырос в Екатеринбурге. Сейчас тоже здесь проживаю на данный момент. А живописи я никогда профессионально не учился. Я самоучка. То есть это у меня с детства такая прям страсть, тяга к живописи. Я помню, как в детстве мне бабушка говорила, в кого-то интересно с таким увлечением, потому что у нас никто из родственников, крестьянская семья, никто из родственников никогда этим не упрекался. И дома сохранились даже вот альбомы, когда мне было лет 5-6. Конечно, это каля-маля, но такое уже достаточно проработанное. И где-то в 6 лет я сделал портрет бабушки цветными карандашами. И я его находил год назад. И могу сказать, что она даже похожа. Ну, понятно, что это детский рисунок, но он достаточно... Чувствуется положение фигуры, то, что она сидит, вот то, что на ней из одежды есть. Поэтому какое-то, видимо, ощущение, вот такое, передавать фруктуру, материалы живого человека, это для меня прям с детства. То есть вы как начали в 6 лет, так и продолжали всю жизнь рисовать, да? Да. Я раньше увлекался... То есть я не знал, что мне писать как самостоятельному автору. И поэтому у нас дома был каталог Эрмитажа 1976 года. Там был да Винчи, Мадонна Лита, Мадонна Бенуа. И мне нравилось их перерисовывать. Как вообще, мое первое увлечение — это да Винчи. Затем мне нравилось перерисовать Рембрандта. Затем был Бангог, импрессионисты. И уже более современные художники. И в какой-то момент, набравшись опыта, взяв у каждого автора что-то, подчеркнув технически, я уже начал писать свое. Это вы сами придумали так делать или вам кто-то посоветовал? Это я сам как-то вот так формировался. Вы знаете, многие художники так начинали. И вообще очень многие занимались тем, что копировали великих мастеров. Это была такая практика. Как в XVII веке говорили, ты не можешь называться художником, если ты не съездил в Италию и не увидел это все в оригинале. Рембрандт всю жизнь сетовал, что он так и не добрался до Италии. Но зато он скупил много итальянских картин. И среди его работ был даже портрет Бальтазара Констальони Рафаэля. Ну, то есть, получается, до Италии я тоже не добрался. И хотя бы до Академии художества. Но зато я как будто самоучка, но при этом лучше, пожалуй, в школу. Это школа великих мастеров. Но все-таки получается у вас это хобби? Значит, у вас есть какая-то профессия еще, да? Я работаю в музее. Я занимаюсь реставрацией фотографий и документов на данный момент. Ничего себе. В каком музее? Ельцин-центр. Я в музее Ельцина. То есть, отвечаю за экспозицию, за монтаж выставок. И в том числе, вот, реставрация фотографий, обучение. Ну, так это почти по профессии получается. То есть, я с Домиа и в Эрмитаже, от Эрмитажных курсов я проходил стажировку. Поэтому, вот, откуда и документы. Так у вас, наверное, уже и в Ельцин-центре была выставка? Нет. Это ваша первая выставка или нет? Это первая персональная, на которой я представляю картины, которые сейчас являются таким вот смыслом тем, что заставляет меня вообще брать руки кисти. А до этого у меня были персональные выставки. У меня была выставка, ну, наверное, это, конечно, не галерейный уровень, но это был Мазда-центр в Екатеринбург. До этого это были две галереи в Нижнем Тагиле. Так что, вот, это были персональные выставки. А самая-самая первая персональная выставка, это когда я свои работы показал преподавателям в нашем ВУЗе. Я учился в Уральском педагогическом университете. И они захотели выставку в Деканате. И просто вот были развешаны мои картины на всю весну, по сути, и лето. А потом, когда в конце лето нужно было запирать картины из Деканата, одной я не досчитался. Кому-то понравился, видимо, мой пейзаж, и его так никто и не душевал. Вот, кстати, я только хотела спросить. То есть у вас бывают ещё другие темы, да? Не только такие, вот как сейчас на выставке представлены? На данный момент нет. То есть, когда я начал своё писать, я очень подражал много импрессионистам, художникам, постимпрессионистам. И у меня есть картины, которые трудно как-то в серию, что ли, собрать. У меня есть изображение сирени, оно очень импрессионистично. У меня есть комната, она очень такая в духе реализма, но при этом свет, он тоже похож на работу импрессионистов. А потом у меня есть портреты, мне заказывали. Но я всё время как бы вот где-то вот ходил вокруг да около, а не было темы, которая бы прям вызывала у меня прям желание писать. И вот этой темой стала человеческая ситуация, философская сама концепция. Вообще получилось как? В 2021 году меня друг повёз двоечкой на пассажирском, получается, сиденье мотоцикла. Нас подрезали на светофоре, водитель решил резко перестроиться. И я улетел. И эти два часа жизни я вообще не помню. У меня вот осталось шрам на покоротке. И я не помню, что я был в трампункте. Ничего из этого. И получается, вот, когда я это потом осознал, это было в сентябре 2021 года. Я подумал, что я ещё очень легко отделался, на самом деле, попав вот в такую аварию. И сама авария, то, что это была полночь, и не было других машинных перекрыск, ещё что-то. Потому что мне на самом деле крупно повезло делать только что этот шрам. Да. И я задумался над тем, как на самом деле в руках человеческая жизнь. Потому что мы ведь воспринимаем этот мир, как будто мы будем жить вечно. Блока цивилизации, медицина, окружающий мир, вот эта вся среда, которую мы выстраиваем в городе, они создают ощущение того, что человек будет жить вечно. Но на самом деле это не так. И есть такая философская концепция, называется человеческая ситуация. Осознание абсолютной власти разума, зависимости разума от тела, от физического тела, которое когда-нибудь умрёт. И это стало темой и основой моих работ. То есть это вот из последних работ, да? Тут работы, тут самая первая работа, она на выставке представлена. Я считаю её важной. То есть мне захотелось изобретать... творческую ситуацию и сделать это прямым прямо способом, то есть изобразить через анатомию. И эта картина, она на дальней стене, слева в золотой раме, вот она была по сути первой, которая легла в основу вот этого творческого метода, наверное, что ли. А потом я уже развивал эту идею. Сейчас я не изображаю анатомию напрямую, я скорее всё-таки делаю такую... Как это сказать, слово вылетело из головы? Делаю такую стилизацию, что ли. То есть картины не должны пугать. Они не на тему смерти, они скорее на тему жизни, что нужно жить, нужно радоваться жизни, ловить каждый момент жизни, потому что мы не знаем, когда это закончится. Как бы... И поэтому они, в общем, достаточно ещё и сочные с точки зрения цвета. Я обожаю краски, когда они яркие и ещё контрастные сочетания. Мне кажется, самое лучшее сочетание это контрастные цвета. Собственно, на этом и «Звёздная ночь вон Бога» это всегда было в спусте. Так интересно вы рассказываете, что мы с вами уже лимиты исчерпали. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Дальнейших успехов. Много-много выставок. Спасибо большое, что пришли на выставку.